Здарова, стратегические жевжики! На всей серии сразу видят спонсоры во вкладке сообщества, большое спасибо вам за поддержку и вообще всем, кто присылает донаты, денежки какие-то, как-то подписываются на канал с помощью денег, в это сложное время, конечно же, в первую очередь поддерживайте украинцев, но если у вас что-то остается, то я с благодарностью это все принимаю и традиционно слава Украине! Какие моды я буду использовать? Они все чисто на интерфейс, на визуальное улучшение, единственное, вот отмечу два мода, это Fix AI Corporations, это для того, чтобы компьютеры, искусственный интеллект вменяемо использовал корпорации Monopoly режим, который я включу, А во-вторых, мод Real Strategy, по-моему, нормально себя показывает, усложняет прохождение, компьютер, по-моему, более вменяемо там юниты двигает и действует, в общем, становится сложнее. А в принципе, вообще все наборы модов, набор мой модов, есть по ссылке в прикрепленном комментарии, можете перейти, хоть на весь набор подписаться, хоть по отдельности, вот это моды, которые я использую при игре в шестую циву. Играть мы будем на карте Пангея, хотя мне больше нравятся континенты, мне кажется, они поинтереснее и больше похожи на настоящий мир, на настоящую землю, но, к сожалению, там может так статься, что мы окажемся одни на одном континенте, такое же бывало, и это не так интересно тогда. Карта огромная, на 12 игроков, но я еще 4-х добавляю, по ощущениям более тесно тогда, но не так тесно, чтобы вообще никто не развивался. Играть будем за Ганди, по-моему, одна из самых слабых цивилизаций Индии, один из слабых лидеров, да и по вашему голосованию в рейтинге цивилизации вы ее не очень любите, хотя, на самом деле, тут есть много интересных особенностей. И поставил 5, по-моему, самых круто развивающихся обычно компьютерных соперника, ну и тем более всегда интересно за Вавилоном наблюдать, как он далеко может улететь, и остальных 10 случайные. Стихийные бедствия на четверочку, чтобы жизнь медом не казалась, все остальное полностью, тотально стандартное. Условия победы все, включены монополии корпораций и варварские кланы. Случайные технологии и социнституты с компьютером не рекомендую включать, очевидно, у компьютера четко как-то забито его путь развития по социальным институтам и технологиям, и когда они случайные, он очень хреново начинает развиваться. Так что вот против компьютера случайные технологии и социнституты не рекомендую, лучше против людей. Челлендж, значит, такой будет. Во-первых, я обязан первым десяти встреченным цивилизациям обвинять их, не объявлять войну, а обвинять. Дело в том, что когда вы сами объявляете войну, компьютер начинает защищаться по какой-то причине и не так круто нападает на вас. Он скорее в защите, даже несмотря на то, что у него больше юнитов, но я это рассказывал в одном из видео. Кроме того, желательно обмениваться информацией столицами с ним, чтобы он знал, где ваша столица. То есть, если такой выбор, обменяться информацией о столицах, мы обязательно должны это выбрать. Значит, первым десятью я обязан их обвинять. Если кто-то объявляет мне войну или я объявляю им войну, то это уже война до конца, никакого перемирия на время быть не может. Воюем до конца, если война объявлена. С первыми пятью встреченными цивилизациями я не имею права вообще никак торговать, ни караваны к ним посылать, ни обмениваться ресурсами, ни что-то там, дань с них брать, например. Вообще никак с ними нельзя взаимодействовать, но я полностью это не убираю, потому что мы целые механики тогда из игры убираем. Там, союзы убираем, караваны убираем. То есть, мне кажется, с первыми пятью, которые самые близкие мои соседи, этой сложности достаточно, чтобы сделать интересно. Ну, в общем-то, в остальном все. Вот такие сложности. С этой сложностью мы попробуем победить за Ганди. С сумасшедшим Ганди, конечно, попробуем и ядерки побросать. Традиционно я сделаю сейв первого хода и выложу тоже в прикрепленном комментарии, чтобы вы вместе со мной могли проходить. Но имейте в виду, вам понадобятся все те моды, которые я поставил. Без этих модов у вас просто не загрузится сейв тогда. Ну что, поехали? Поехали, попробуем сыграть в это. Я уверен, будет интересно. Плюс пять веры за каждую известную цивилизацию, включая Индию, которая основала религию в настоящее время не воюет. Это сатьяграха, способность Ганди, по-моему. То есть, а сколько там религий? Шесть или восемь? Что-то я забыл уже. Наверное, шесть все-таки. То есть, максимум плюс тридцать веры в ход, может быть. Правда, я не очень понимаю, в настоящее время не воюет с Индией или вообще? И враждебные цивилизации, воюющие из Ганди, получают в два раза больше усталости от войны. Это прикольно в сетевых партиях, но компьютеру на уровне сложности божество будет наплевать на усталость от войны. Прямо скажем. Так, способность Индией Дхарма. Получает бонусы верования в городе от каждой религии, насчитывающей хотя бы одного последователя. Это, кстати, прикольно с большим количеством религий. Как раз города получают довольство за каждую религию, насчитывающую. Ну, компьютеры любят распространять свою религию. Надеюсь, они будут ко мне приходить и это делать. И миссионеры получают плюс два распространения религий. Сто процентов религиозного влияния от ваших торговых путей. Уникальный юнит Вару и уникальное улучшение ступенчатой колоссы. Они, кстати, все недалеко в техах. Ступенчатый колодец вообще в ворошении. Нам, тем более, придется явно идти в ворошении, ведь у плантации имеются. А Вару в верховой езде. Так, ну ладно, вырубаю свое лицо. И давайте играть. Так, давайте гляну, что у нас тут. Ну, в принципе, места, конечно, очень даже средненькие. Так, начинаем с воинов сразу. Не делайте ошибки на божестве, строя всяких... Скаутов, потому что компьютер придет и надерет в вашу маленькую беззащитную задницу. Наверное, начну с лошадей. Правда, тут у нас не стратегический баланс. Это значит, что вообще не факт, что они будут. Но, как минимум, пастбище надо бы построить. О, ГГшка торговая. Ради того, чтобы ускорить верховую езду, где наши Вару находятся. О, у меня сама... Это ГГшка Кахоке. Ну, у Кахоке прикольная... Кстати, я первый встретил. И она хочет проложить торговый путь, чтобы я к ней проложил. У нее вот эти... Курганы Кахоке прикольная штука, потому что единицу удовольства дает. А после естественной истории еще удовольство от второго кургана может быть. Кстати... В моем случае я даже вижу, где их можно строить. Эти курганы. Так, Дели нормально растет. Сейчас еще эта клетка присоединяется. Нет, в принципе, для начала, для старта места неплохие. Но вот... О, научная ГГшка. Но, в принципе, дальше нету ни производства, ни... Ничего нету. Так, ну, как я и говорил, лошадей нас тут не будет. Ого, зато, смотрите, как тут у нас. Так, раз, два, три. Я бы вот здесь запланировал город. Честно говоря... Эфес я первым встретил, зашибись. Так, дуболомом пошли туда гулять. Но я бы продолжал юниты строить прачников. Прачников. А тут пойдем... Ну, наверное, пойдем в Рошение потихоньку. Горное дело пока не особо надо. Я бы астрологии, может быть, еще открыл. Но я пока не вижу, куда мне... Священные места ставить. Вообще, практически без соседства там священные места. О, первое... О! А это Египет, ребята, у нас тут похоже. Так, ставим против вара, потому что у нас нету просто юнитов разведки. Ну, и здесь на пантеон, конечно. Так, что я хочу? Реликвию хочу. Я перерождение Исиды, воплощение Нила. Я Клеопатра. И я готова стать вашим союзником, если вы этого достойны. Ну, так, большая честь, мы не будем говорить. Напоминаю, что если есть возможность показать наши города, мы это будем делать, чтобы сложнее было. Ну, тут мы, конечно, осуждаем. Первые десять цивилизаций я должен осудить. Так, куда я дальше пойду? Наверное, сюда. О, рабочего дали. Так, это же здорово. Так, сначала мы пойдем сюда. Через три хода присоединиться. Обработаем, чтобы ускорить орошение. Как раз очень по таймингу все получается. Так, а здесь... Да, в мастерство надо идти. И быстро три клетки обрабатываем. Потом... Ну, я бы юнит из... Не, вообще, в Дели надо... Сейчас будет посила построить. Сейчас посила мы строим. О, еще руинка, зашибись. Так, куда этим сходим? Давайте сюда. Тут вот так вот дуболомом пройдем. Но особо много открывать не мы. Тут просто ждем, когда клетка сама присоединится. Не тратим деньги. Они нам понадобятся на юниты потом. Так, что хочу? Денег, наверное. Вера. Ну, кстати, тоже неплохо. О, у нас тут варварцы есть. Так, обработали. Ускорили орошение. Два хода. Сейчас обработаем эти. Блин, а если будет Египет нападать, он же тут может грабить? Не, наверное, все-таки эти апельсинки и этот сахар обработаю. Ну, тут город нигде не поставить. Как-то нету пресной воды. Ставить придется, но, видимо, без пресной воды. Так, что у нас там варварцы делают? О! Лавента. Так, блин, наверное, они заберут этот лагерь. Лучше бы, конечно, я его забрал. Ну, и Лавенту, кстати, я первый встретил. Прикол. Так, сейчас надо решать с этим, с пантеоном. Какой пантеон будем брать? Так, вообще остались практически все пантеоны. Ну, клетки джунглей только здесь у нас есть. То есть, тут вообще этот пантеон не будет работать. Пустыня и тундра точно не работают. Речная богиня. Речная богиня интересна, кстати. Также интересна культура от пастбища, культура от плантации. Плантации так вообще у нас дофига. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Тут еще, причем оно уже будет работать. У нас уже тут, сейчас тут плантация будет, тут плантация будет. Блин, ну, с другой стороны, речная богиня тоже классно. Вот это ничего не дает. Соседства для священных мест тут у меня нету вообще. Ну, тут, наверное, плюс один. Знаете что, я почему-то хочу речную богиню. Какой вы пантеон тут выбрали, конечно же, напишите в комментариях. Но у меня, по ощущению, речная богиня... Мы все равно будем строить священные места, сто процентов. А это два довольства и два жая. Это, считайте, амбар и арена вместе взятые. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Блин, а как это он через речку и разграбил, я не понял. Что-то какие-то читы от ГГшечки. Ну, ладно. Но он через реку, то есть он должен был потерять ход, а там же что-то встать в лагерь, потом его разграбить. Но, видимо, ГГшки не так делают. Они, типа, просто если они зашли в лагерь, то все ему. Опа, тут армия идет. Так, слушайте, я думаю, что мне надо постепенно возвращаться, пожалуй, в Дели. Сейчас вот мы мастерство ускорим, откроем, и после поселенцев надо тупо армию строить. Иначе нам жопа. Пошли пока в горное дело. Ой, он уже в мою сторону повела. Так. Я вот сюда еще прыгну, гляну. Тут, походу, вот здесь где-то город можно будет ставить на реке. Так, и вот здесь где-то город. Три, вот сюда, походу. Не понял, не поставил метку в итоге. Ну да, выглядит так. Три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Днежка широковато, конечно, такой треугольничек получается, но нету смысла кому-то еще место держать. Так, ставим на подготовку юнитов, и здесь чисто на производство. Да, где-то вот здесь еще раз, два, три. Блин, тоже далеко. Как-то очень, очень широкий, очень широко реки сгенерировало, и у меня города, получается, очень широко будут расположены. Что вообще-то не фонтан. Так, давайте, наверное, в военную традицию. Народно... Мне в военную традицию, чтобы был бонус за атаку с фланга. Плюс я бы, наверное... Так, давайте пока стрельбу из лука. Здесь делаем прачников. Здесь ведем город. Двести сорок пять против пятидесяти пяти. Я думаю, Египет будет нападать. Тут как бы... К гадалке не ходи, как говорится. Ну, пока постоим, просто... Последим. Хотя не видно пока ее армии. Блин, не знаю, может мне после... Прачников... Посело сделать. Три города-то круто. Вот так вот треугольничком будут стоять. Вообще нормально. Так, ну тут... Монумент. Можно, кстати, рабочего, наверное, купить. Не хочется, честно говоря, самому объявлять войну, просто потому, что это будет легче, если... Ну... Легче играть, если я объявлю войну. Будем ждать, что Египет объявит. С другой стороны, я строю армию, и она, возможно, так и не соберется объявлять войну. О! Вон там что-то подходит. Так. Так, а вот этот метеоритный дождь, кстати, в тему. Надеюсь, я его заберу. Не, надо армию строить все-таки. Три прачника, окей. Давайте еще война тогда. Сребу из лука пока откладываем. Пошли в каменную кладку. Постою здесь. Тут вроде прачника не убивают. Сейчас посмотрим, как... Ох ты! Так, она говорит, что армия слаба. Так, я думаю, что в течение трех ходов Египет объявит войну. Так, слушайте, а давайте, может, здесь тоже прачника лучше вместо монумента. Блин, ну это надо забрать. У меня появится здесь коляска, она добавит силы. Реально. Так, могут ли мне убить сейчас прачника? Одного из двух. Если она мне сейчас объявит войну. А ей плевать, она просто мимо проходит. Так, четвертый прачник. Деньги на ап есть как минимум пятерых, да? Сейчас объявит войну, я думаю. Нет. Так, 300 против 105. Плюс у меня появляется колясочка. Это 31 сила. Отходим. 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 Мне кажется, этого дуболома надо было туда. Знаете, вот так. Так. Тут пока стоим. Слушайте, ну вот теперь я как-то более уверенно могу поселенца. Мне кажется, вот этой армии мне должно хватить. 300 на 105. Вполне. Озарение для стрельбы из лука, проложить торговый путь, проложить торговый путь. Ну давай. Сейчас войну объявляешь. Да. Вообще непредсказуемая такая у нас египтяночка. Ну мне, кстати, очень свезло с коляской. Сейчас Дели довольно тяжело будет брать. Блин, а мне надо как-то... Стрельбу из лука ускорить, блин. Не меняем, потому что... Иначе в Дели меньше сила будет. Ну надо отходить, иначе убьют. Блин, может я зря все-таки посила строю? Может больше юнитов? Ладно, смотрим. Еще и Мапучи встретил. Вот, не желаешь ли посетить наш город? Это ему показал наш город. Но этого надо будет обвинить. Нет, минус пращник. Ну, смотрите, зато 31 сила. Ему очень тяжело. Так, я... Вот так делаю. Ускоряю стрельбу из лука. Апаю этих... В луке. Подходим. Проатакую. Но стоять буду дальше пока. И тут отхожу. Бережем наши все войны. Жалко, одного прачника мы потеряли. Так, должен обвинить Мапучи. Лучше осудить. Никакой торговли с первыми пятью вообще. То есть ничего. Даже резами стратегическими никакими нельзя. Так, 280 на 122. В принципе... В принципе норм. Он сейчас должен это все потерять. Ой, как хорошо, что он на... На городе концентрируется. Прям... Прям бусечка. Так. Не должен убить. Но проблема в том, что мы стоим на болоте. Это очень неприятно. У меня появилась бонус за атаку с фланга. Так что у меня всех этих поддержка еще дополнительная. Хотя вот так, если я встану, еще дополнительно будет поддержка. Так. Производство, полководцы, кавалерии древнего мира и античности. Блин, надо было каменную кладку отложить. Точнее, не отложить, а начать верховую изду. Мы же тут камень можем обработать. Черт. Есть небольшая ошибка. Но этот уже никуда не денется от нас. Поехали международную торговлю. Вряд ли я тут сейчас открою... Блин, может поставить на кавалерию? Да не, я пока открою. Я еще тут смогу юниты пос... Нормально. Интересно, где мы с мапучей? Я думаю, мапучи снизу. Минус дуболом, да? Но зато все остальные тут минус тоже. То есть я потерял дуболома и прачника. А... Египет потерял всю армию. Ну, кстати, можно уже вылазить. Хе-хе. Просто минус армия. Ну, че, может клепать юниты и идти захватывать? Блин, ну тут... Ну, слушайте, попробуем. Сейчас я третий город поставлю и пойдем. Тут еще в вару мы сейчас выйдем. Она пришла, потеряла все. Ой, 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 ой. Бля, еще колесницы Марьяну приехали. У них 35 сил в стрельбе. Это вообще... Это вообще легально? Блин, ну тут жалко мне, честно говоря, лучника. Ну, 180 на 100 зато стало. Ну, блин, 35 стрельбы. Это что-то очень круто. Блин, я ж не вытяну против... Они хотя бы лошадей требуют. Они здесь пос... Надо смотреть. Смотрите, он просто практически ваншотнул... Блин. То есть, получается, если я сейчас не убиваю... Он мне ваншотает все юниты. И там еще варвары прутся. Ну вот и как с этим играть? Я вообще не понимаю. Как вот против лучников Марьяну играть? Охренеть. Пождите, дайте я посмотрю на них. Ну, 4 очка перемещения, это понятно. 35 дальнобойная мощь и 25 в ближнем бою. Это фигня в колесе. То есть, вот здесь. То есть, на 10 круче, чем просто лучник. На 10. И мощь в ближнем бою практически как у коляски. Охренеть. Куда-то поскакал оттуда дальше. Это же просто... Какой-то мрак. Знаете, что я, наверное, хочу здесь город поставить, а не здесь. Потому что тут бегает где-то коляска, и она может меня, поселенца, захватить. Фак. Нет. А я только думал, надо идти Египет захватывать. А тут, однако... А, слушайте, она даже, по-моему, лошадей не требует, да? Да. 90 в производстве. Но она хотя бы дорогая, ладно. Ну, вообще, выглядит это грустно. Так, ну, тут я надеюсь, что я все-таки сейчас убью ее. Ну, блин, я пастбище так и не сделал. Мне хотелось тут паст... Давайте я здесь куплю... Куплю строителя. Сделаю пастбище и открою. Да. Слава богу. Ну, это ж ужас какой-то был. О, кого встретили. Бандар Брюна, я где он? Ага. Нифига, он далеко. Это вот, кстати, Мапучо. У них тут цвет коричневый, видите, вот такой. Так что Мапучо у нас снизу. Ну, кстати, это и к лучшему. Мапучо очень тяжелый соперник, но мы с ним явно воевать не будем вот из-за этой территории. Так, Раннюю Империю давайте открывать. Ммм, так может все-таки изменить на... Давайте я, наверное, сменю на Кавалерию, потому что... Тут на самом деле не шесть ходов, а буквально... Наверное, даже следующим ходом я, возможно, открою. Да как? Ну, как я не понимаю, как зона контроля тут работает? Ну, блин, ну это... Это какая-то подстава. Почему он прошел вот так сквозь меня? Охренеть. Блин, один ход. Я тогда тут отложу производство. Ну, Египет не останавливается, армию делать. Откладываю производство, чтобы следующим ходом сразу вар... Кстати, вар у меня тоже не требует ничего. Ну, слушайте, 40. 40 в ближнем бою против лучников Марьяну, которые 35, а которых даже может быть... Но он снижает на минус 5 боевую мощь. То есть это рукопашную, типа. То есть лучники Марьяну снова 35 будут. Но они хотя бы... У меня хотя бы эти слоны будут стоять против этих лучников Марьяну долбанных. Хотя у меня, по-моему, ничего не разграбили, да? Здорово. Здорово. И мы выходим, кстати, в темный век. Что тоже неплохо. У нас города по лояльности не будут отваливаться, потому что рядом никого нету. Зато шанс выйти в героический. Как раз мы вару будем строить. Отлично. Очень неплохо все получается. И... Ну, продолжение, ребята, уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Надеюсь, вам начало понравилось. И вы тоже параллельно со мной тоже проходите эту карту. Расскажите, как у вас там сопротивление Египта. Я думаю, Египет на всех нападет. Вот прям 100%. Слишком... Слишком мы так вот расположены с ним. Для спонсоров... Спонсоры канала продолжение могут поискать прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.